Здесь я хотел бы маленькую реманку сделать, мне кажется, что если рассуждать, то становится очень видна специальная большевость ипотетики крови, которая у нас сейчас и сейчас тоже существует, на любом с эстетикой войны. Как будто бы не может быть ничего более глубокого и истинного и, так сказать, аутентичного для человека, чем раствор по крови, чем некие кровные пузы, чем взгляд на крови и так далее. Кровь не является в последней инстанции, когда мы говорим о человеке, о человеческой душе, и существует соблазн, что такое нехорошее освобождение человека, когда не только в каких-то экстремальных моментах, но и вообще мы начинаем видеть другого человека сквозь призму крови. Вот, ну что же это за вот эта трансценденция, которая являет себя, то казнь как в различном действии, которое собирает человеческую толпу. Проще всего, очевиднее всего сказать, что это трансценденция власти. Русское слово «казнь» происходит, насколько я помню, от указания, приказания, казательных. Но, может быть, более фундаментальная вещь, которая происходит в такого рода свободе, это явление самой смерти. То есть смерть, как в некоторых трансценденция, становится вдруг посевсторонней. Она осуществляется здесь и теперь, повторяю на глазах, выбитая из привычных условий существования, оборожнённой, опустошённой и радостной, крепенно взволнованной человеческой общности. Смерть, как в кассе, происходит здесь и теперь. Вот, всякий праздник отсылает к ночам. Всякий праздник, это действие, которое происходит, как бы в первый раз. Здесь и теперь, как будто бы до этого ничего подобного не было. Всякий праздник, это действие его первозданной свежести. Вот так же происходит и лишение человека жизни в этот момент казни. То есть всякая смерть, как казнь, извините, это для толпы, которая собралась на неё поглазить, это чудо. И на системе это некоторые сообщения. Некоторые люди, я не подберу лучшего слова, некоторые месседжи. Вот, что может человеку произойти. И в этом плане, я говорил уже, это некоторое явление, которое порождает потенциал рассказывать о себе. Вот, казнь это чрезвычайно нарративное событие. Причём это нарративание о чём-то знакомом, о чём-то тысячи раз повторяющихся лет, это вот явление, которое непоперимым образом здесь и теперь осуществляется. Осуществляется действительно, это ряд волшебных изменений, которые происходят с человеком, которого казнят. Четвертование, сожжение, даже банальное, банальное, в кавычках, приусловно, повешение. Вот это, это то, что может стать предметом истории. Рассказы, вот, а не самого человека, который там стоит, на плахе, на шерпоте, что это такое. Вот, если в физике понятие, ну, которое является результатом идеализации, абсолютно чёрное тело, там и так далее. Возможно, философия, вот, тоже, ну, не это написано, свои идеальные предметы. Вот, а можно представить себе, вот, такое состояние, когда мы в состоянии были бы рассказывать о некоторых человеческих ситуациях, как бы, снимая неизбежно, казалось бы, покров. Ведь и кровь, это покров, в каком-то роде, и боль, это покров. А как представить себе ситуацию человека, который стоит на шерпоте, снял патрон боли, или ожидание, страха ожидания этой сокрушающей боли? Вот, что он тогда испытывал? Может быть, что он действительно испытывает, когда переступит какой-то предел возможности терпеть, через себя есть? Действительно, это ряд волшебных изменений. Это процесс, в котором тот, кого казнят, оказывается вдруг уже неповторимым, вот, неопровимым образом, не таким, каким он был ещё несколько секунд назад. И при этом ещё, быть может, осознаёт эту необратимость своего пути туда, откуда неопознательно. Опять-таки, это то, что может быть предметом рассказа. И существует огромный ресурс всяких рассказов о том, что происходит с человеком, когда его признят, когда человек соживает, когда его вешают. Эти подробности иногда приличные, иногда, извините, вовсе такие, что о них и рассказывать стремно. Но, вот, это происходит с человеком. Существуют и романтические такие рассказы, я не помню где, вот, в Германии, он, кто знает, сколько скурки или скусти в палача, не брать побольше руки тяжёлого мяча. Вот, где-то была история об одном вожаке разбойников, который договорился таким образом, что когда ему отрубят воду, вот, а он, я сказал, лучше пробежить мимо шеренки своих друзей и товарищей. Вот, к нему, кого он пробежит, к нему, не пробежит. Вот, говорят, он так и сделал, вот, я сказал, и он, я сказал, спал, спал. Что еще человек в головах, как и для себя, так далее, делается это. То есть, это материал для рассказа. Это некоторое необратимое время, в котором зеркает в себя своего, так и для нового, есть липси. Вот, становясь застоянием того, что будет. Ну, и, наконец, вот, это позволяет понять, ну, что не только голпа, глазеющая, но и сам человек, который терзает, которого казня, в какой-то мере, может, в самой яркой, самой значительной степени, способен пережить мир некоторой абсолютной свободы. Стоит уже так. Вот, есть время в последних секунд, в последних мгновениях перед кальцией. Вот, когда, опять-таки, если снять свой патрон воли, вот, человек, на котором...